всем привет дорогие друзья ко мне очень часто обращаются за подбором именно volvo xc90 оно и понятно высокая машина кроссовер полноприводные удобные для семьи и для дальних поездок ко мне обратился подписчик за подбором xc90 бюджет был от 450 до 650 тысяч рублей я сразу же конечно его предупредил что автомобили где-то до 550 тысяч это будет откровенный шлак но дабы удовлетворить его интерес мы нашли такие объявления 2 и 5 турбовые моторы хорошие прозвонили отправили ему соответствующую информацию ну как и показала практика автомобили все такие вылизанные красивые красиво выглядят но находятся все на площадках каких-то перепродажных и в основном это юг москвы это воронежская улица я думаю многие и знают потому что в инстаграме уже много людей написали что воронежская 20 а еще 13 18 и 15 там много таких площадок и продают откровенный хлам с этими площадками мы столкнулись еще по моему летом дамы когда подбирали audi a8 мы туда приехали там много было volvo xc90 именно стоят все машины которые там были они все биты и чуть ли не перевертыш и собраны на коленке и крашеные по ходу там же в соседних гаражах потому что проходишь к машине и там подкрылок прям прокрашена всех подкрылки порванные резина мертвая салоны вроде хорошо выглядят да ну капот открываешь под капотом черти знает тоже что творится стоят неоригинальные ремни причем настолько неоригинальные и дешевые что ну мрак просто и автомобиль мы прозвонили 450 490 тысяч там ответили что это площадки по машинам они ничего конкретного не знают вроде пишет что все красиво но мы-то там уже были и знаем что и там будет хлам который потребует вложения еще столько же сколько стоит этот сам автомобиль объявление прислал подписчик вот xc90 видно фотографии сделаны летом то ли в начале осени и судя по фотографиям как они сделаны судя по тому как машина вылезана и что она стоит всего 449 тысяч предположительно я думаю что это салон площадка сейчас позвоним узнаем если что съездим посмотрим на адекватность автомобиля добрый день звоню по поводу автомобиля xc90 где можно посмотреть автомобиль я понял это понимает салон по состоянию в как автомобиль но по практике на юге москвы мы уже были на нескольких площадках и как правило такие автомобили это полная дрова и я предупредил подписчика что скорее всего автомобиль будет мертвый и лучше такие автомобили не брать то есть условно машина стоит 450 тысяч рублей до с торгом там и и может быть за 430 420 отдадут но по практике они все битые собранные на коленке и со скрученными пробегами и в итоге машина потом когда ставишь на диагностику на подъемник смотришь вложение равны стоимости автомобиля ну то есть нету смысла покупать такие машины ну и еще например не буду палить объявление вот xc90 продается не с рынка 4 и 4 всего лишь 360 тысяч рублей этот машину выдает несколько факторов у него в бампере поставлены ходовые огни и она не в штатном обвесе который полностью в цвет я эту машину знаю точно это она она приезжала к нам мы ее диагностировали и там вложение порядка 350 тысяч рублей там нету ходовой там ошибки по мотору она троит она жрет масло у нее чек горит в общем все вас все что можно в ней уже сломалась и вот даже за 360 и взять и вкинуть туда еще 360 имеет ли смысл может быть но не может быть а лучше искать вариант живой да он будет где-то там в районе 700 тысяч рублей но уже не с такими большими вложениями ну и плюс надо понимать что тачка налоговая 47250 налога каждый год нужно будет платить даже вот автору показывает что такой налог будет если вы конечно там не из москвы это будет меньше вот еще одно объявление икси 90 2005 год 480 тысяч километров сделаны фото на подземной парковке и что-то как-то он прям вот даже видно без сколов без всего и очень сильно блестит и мое мнение что она крашеная по ходу спереди и возможно даже все самое интересное 185 тысяч километров пробег 5 год 6 владельцев и описание на самом деле адекватная как от человека власть вложений состоянии практически нового автомобиля машина 5 года состояние нового автомобиля все то по регламенту если вы ищете икси в отличном состоянии то именно этот автомобиль алла здравствуйте еще раз по поводу икси 90 а где можно посмотреть я понял а вы владелец занимаетесь ну то есть вы купили и перепродаете правильно так а расскажите по автомобилю вообще в каком состоянии то есть там написание что он практически новый машина 5 года мы все понимаем да что это такое невозможно что делалось что не делалось она крашеная недавно да и по морде прям был какой-то удар сильные подушки срабатывали или нет по ходовой части есть какие-то нарекания что-то течет может быть масло я понял а по коробке вы написали там не не пинается ничего то масло мими именины свежая в коробке полный привод вы проверили да он все работает все хорошо ошибок никаких не горит я понял хорошо спасибо до хлам это но тут как бы гадалки не ходи без обид как какой как какие какую какая машина 2005 года зам она всажена и по моему она была всажена очень сильно потому что даже по фотке видно что у нее замыленное лобовое стекло она сама блестит как готовы яйца это говорит о том что она всажена и и полированная причем ну передний бампер у нее крашен вей а да она всажена была сильно потому что бампер текстурный и он он крашеный он не такого то есть вот вот задний какого цвета до бампер текстурный и вот какой передний его просто восстановили и она скорее всего до мертвец там конченая тачкой по салону видно что там не сто восемьдесят пять тысяч километров пробега смотрим дальше и в итоге первое объявление которое мы нашли это было 620 тысяч рублей позвонили о дачный участок вот это живое объявление бляхнула рест 600 тысяч алло добрый день по поводу x90 звоню вы владелец поменял опорные подшипники машина вообще на подъемнике поднимали там кардан то стоит может быть элементарно ошибка по полноприводу горит или нет или ошибок нет так понял вы соседи довольно много сделали за год а чего продаете цикла спасибо а владимир отклю ключ 12 ну в птс как я понимаю нет уже мест правильно то есть будет дубликат а еще даже одно место понял владелец сразу слышно было его спросил ты владелец он говорит да я владелец я говорит на машине езжу год он сразу начал рассказывать то есть не отлынивать от вопроса да что типа машина хорошая обслужена а конкретно сказал я ее купил в марте я сделал это 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 я вентиляцию поменял я грм поменял помпу он там еще подвеску сделал масло в коробке поменял соленблоки рычагов опорные подшипники и в общем мы договорились на встречу с ним а как а сразу сказал что покрасил крашен капот и переднее правое крыло еще предыдущим владелец то есть не им и вы приехали действительно машина очень круто выглядит она прям вся блестит для 2005 года в конфетка на бежевом салоне пробег 250 2000 километров когда мы договаривались с владельцем на удивление эта машина тоже оказалась в бутово но как бы делать было нечего воскресенье день почему бы и не прокатиться мы приехали из самого начала были удивлены я прошелся по машине проверил снял уплотнители все подушки на месте ошибок по подушкам нет при диагностике выявили что пробег реальный не крученный то есть 252 тысячи как и заявлено изначально в машины 4 владельца еще оригинальный pts там еще даже есть одна запись машину когда мы запустили был изначально небольшой гул но машина стоит с 33 дня она ну просто холодная чистая стоит она немножко загудела в гидроусилителе масло было на минимуме ну то есть там надо добавить это 50 100 грамм проблем не будет есть небольшое масляное запотевание на масляной горловине опять же этот вопрос решается то меняется уплотнительное колечко она стоит 50 рублей проблема решена машина после замены масла проехала 7 с половиной тысяч километров на щупе масло ровно половиной масла хорошенькая ну рабочие хорошее масло надо будет поменять через две тысячи километров масло в коробке меню на и машина на нем проехала тоже десять тысяч километров щуп мы не доставали по состоянию внешнему автомобилю автомобиль весь почти в родной краске капот и переднее правое крыло немножко отличается с остальной машиной то есть они больше в зеленый цвет отдают а машина такая более серебристая это также поменен лабаж причем он поменен в этом году стоит saint-gobain security это то же самое что стоит в оригинале только без надписи volvo то есть хороший обзор все великолепно также на всех x90 проблема бачки гидроусилителя все со временем текут ну даже вот машина стоит видите у него масляное запотевание там абсолютно сухой бачок также плюс вот это крепление видите она надломана он тоже на всех ломается и также вот эти вот шланги со временем тоже запотевают там стоит новый бачок оригинальный на секундочку он стоит четыре с половиной тысячи рублей на x90 он стоит новый новая жидкость гидроусилителя антифриз там был на минимуме но это тоже там не критично никаких подтеков таких вот явных что течет нету грм новый и ну видно что он новый отметка на 239 тысячах километров вентиляция картерных газов вся новая причем поменена вот вентиляцию когда мы делаем мы меняем этот тройничок отдельно видимо человек который делал ему эту машину он не знает что отдельно его можно поставить он поменял всю вот эту трубку в сборе а тут не только вентиляции но еще и охлаждение вентиляции стоит она 13500 рублей взамен вот этого тройничка за 4000 рублей в общем там все новое вентиляция работает просто на ура и мотор когда опустился уже на рабочие обороты просто шептал при диагностике электрической также выявили что не работает задний левый внутренний датчик 2 датчик портроника и чтобы его поменять на x90 нужно снимать бампер а тут он снимается не так просто нужно поднимать пол откручивать бампер изнутри из а снаружи не туда никак не подлезть потому что там усилитель бампера и портроник прям упирается никак этого не сделать только снимать и стоит это но не дешево по по стоимости практически в два раза дороже чем сам парктроник например был также была ошибка по сирене это где-то болезнь в основном где-то на пробеге 180 плюс там просто аккумуляторы со временем вытекают и сирена как блок перестает работать новая сирена стоит 25 бушная сирена стоит где-то от 4000 до 8000 но на разборке тоже непонятно он блок сам спаян его не раскроешь и не увидишь как аккумуляторы там себя чувствует то есть надо просто приезжать подтыкать и смотреть есть ошибка или нет либо просто ее отключить чтобы пропала ошибка на приборной панели также ошибка по управлению выпускной муфты распредвала это скорее всего будет клапан это 5000 рублей замена плюс замена полторы тысячи это бушный клапан новый стоит в районе 10000 в есть ошибка по массовому расходу воздуха но скорее всего для начала замена клапана и я думаю что эта ошибка уйдет потому что она также завязана друг на друге самое что интересное еще раз прямо при телефонном звонке было слышно что это владелец он прямо рассказывал все как на духу сказал я купил машину на ней не работал полный привод она только переднеприводная до сих пор такое осталось в машине лежит кардан то есть машина сейчас переднеприводная он поставит кардан но есть ошибка электрическая по связи с муфтой haldex это нужно машину уже ставить непосредственно на подъемник поднимать и смотреть модуль там с проводкой какие-то проблемы либо вышел из строя сам насос по деньгам это от там 10 до 50 тысяч рублей максимум но все это проблема решается и есть ошибка по датчику качества воздуха на volvo есть такая система называется zip эта система тонкой очистки воздуха то есть когда вы едете в автоматическом режиме климат-контроль она чувствует что повышенное содержание co2 в воздухе например перед вами газонул камаз она перекрывает забор воздуха снаружи и просто делает рециркуляцию эти датчики стоят до хрена от бабла 20 тысяч рублей его довольно непросто поменять но в наших условиях он выходит из строя где-то за год или 10 20 тысяч километров и опять все заново а в общем то на работу климат-контроля это никак не влияет ну то есть едете вы камаз газонул не хотите нюхать да то чем у него выход из выхлопной газ трубы вышло да просто делайте рециркуляцию сами в механические и все по автомобилю в целом видно что рабочие агрегаты на нем ездят и и специально специально к продаже его не готовили потому что например капот открываешь и там ну естественная пыль и грязь а по мотору видно что он сухой то есть все поменено сам владелец говорит что он поменял сальники и тому подобное нету такого что машину загоняют на мойку моют подкапотное пространство и не видно никаких течей нет мотор рабочий машина рабочий на машине ездили это прекрасно видно и и и что еще а там ну есть очень таких много электрических ошибок наподобие например там не работает обогрев заднего стекла хотя по факту он работает есть ошибки по радио например по залипанию там клавиши 2 да но там все работает есть ошибки ну вот таких вот много маленьких ошибок но по факту все работает в основном на volvo это возникает из того что долго машина стоит аккумулятор садится блоки с собой обмениваются информацией не той чистоты и возникают эти ошибки в память ничего критичного нет а также там еще ошибка по антискид сервис рекуая это не работает система стабилизации на этих машинах это на по второй платформе также болезнь где-то раз сто сто двадцать тысяч километров подрулевое кольцо которое стоит за рулем его просто меняешь но и стоит оно новое 19 500 его поменять и снова опять на сто двадцать тысяч километров вперед поехали машина просто не видит угол поворота руля и не работает у вас из-за этого стабилизация при этом полный привод работает отрабатывает все хорошо то есть только если машину понесет она и не выровняет далее конечно же мы выполнили тест-драйв там очень много было лежачих полицейских неровной дороги в машине тихо подвеска отрабатывает на ура сам владелец сказал что предыдущий владелец три года назад поменял амортизатор и поставил оригинал в круг он сам поменял опорные подшипники верхние по ним видно что они новые коробка передач он менял сам вот этот владелец уже масло в ней десять тысяч километров назад коробка не пинается отрабатывает прямо на ура в данный момент на расход на автомобиле по бортовому компьютеру 16 литров но вот если сделать полный привод я думаю адекватно сейчас будет где-то 18 19 но для зимы для этого мотора это вот адекватный расход в городе автомобиль видно что это истинный вольвист потому что на решетке радиатора стоит сеточка это предохраняет от того что разбивает радиатор кондиционера он стоит перед первый а снизу также мы знаем что вексе 90 большое забрала и ну тут тоже летят камни там вот нижние ряды сот радиатора кондиционера они разбиты то есть пока что кондиционер работает на скором времени возможно надо будет поменять радиатор и радиатор гидроусилителя он также тут стоит и ничем не защищен он синуминовый соответственно здесь начинают трубки потечь и они кстати потеют на этом автомобиле это решается просто новый радиатор стоит порядка двадцатки бушный радиатор нормальный адекватный стоит 5000 рублей 56 его просто меняешь и забываешь про эту проблему из явного что видно это на капоте вот здесь нижняя кромка у него уже ржавчина пошла но капот мы знаем что на x90 стальной а на всех остальных автомобилях все 70 с 80 там уже алюминиевый но это не критично с этим она еще проездит долго и упорно и не горит ходовой огонь вот здесь центральный левой все остальное все горит все работает все крутится фары отполированы и закатаны в полиуретан то есть они защищены и светят прям на ура даже туманки работают и не разбиты просмотрели поняли что как какие вложения туда требуются чтобы там условно довести до идеала для на самом-то деле можно ничего не делать просто ездить вот так на мой взгляд это жемчужина за свои деньги поэтому я это объявление сейчас прикреплю с контактами владельца этого автомобиля к этому видео внизу и если вам нужен x90 звоните и эти это хороший проверенный вариант за свои деньги просто топ хотелось бы сказать один момент я на проверку машины поехал сам и забыл просто вылетела из головы не взял с собой прибор для измерения лакокрасочного покрытия поэтому если будете звонить и поедете покупать этот автомобиль возьмите где-нибудь этот прибор и проверьте на машина адекватно и видно что только капот и переднее правое крыло украшено они отличаются по цветам ну а с вами был игорь ланской хотите починить тачечку это к нам хотите подобрать тачечку это тоже к нам всем добра всем пока и и и и и и